Это программа «День с толком» в студии Рина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Жители трех барнаульских поселков могут оказаться в ловушке своей же земли, которая попала в санитарную зону. Раскидывают навоз и портят воздух, как получилось, что по барнаульским улицам ходят коровы. Цыганочка с выходом на зону. Барнаульскую цыганку-наркодилера задержали спустя 15 лет. Министерство образования края не дает стопроцентную гарантию тому, что новый учебный год начнется в традиционном формате. Окончательное решение по этому вопросу за Роспотребнадзором, заявил сегодня профильный министр региона. Конечно, будет в традиционной форме. Во всяком случае, мы к этому готовимся, и мы это планируем. А вот решить за эпидемиологическую ситуацию ни директор школы, ни учителя, ни писатель комитета по образованию, ни министр образования региона не может. Здесь нам с вами скажет вердикт Роспотребнадзор. Именно от надзорного ведомства зависит и то, когда на обычный режим смогут перейти детские сады. Сейчас в них открыты только дежурные группы. Из приятных новостей образовательной сферы – президентские выплаты классным руководителям. С сентября все учителя, курирующие классы, будут получать дополнительно 5000 рублей к зарплате. Кроме того, 700 миллионов рублей выделили на оснащение компьютерных классов в 100 школах. К 2021 году планируется, что школьники будут сдавать ЕГЭ по всем предметам уже перед мониторами. А между тем, число жителей Алтайского края, которые заразились коронавирусом, на сегодня превысило 9000. С начала пандемии в регионе выявили 9109 инфицированных. За сутки 111 случаев. Скончались 4 пациента с диагнозом COVID-19. Лечение в ковидных больницах сейчас проходит 945 пациентов. Лечатся на дому 635 жителей края. Для допуска в детские сады необходимо будет сдать анализ на туберкулез. Об изменении системы медосмотров для посещения дошкольных учреждений сообщил Минздрав края. Информация опубликована на официальном сайте ведомства. В ней, в частности, поясняется, что родителям детей, которые идут в сад впервые, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства через колл-центр или регистратуру. Обращение передадут участковому педиатру. Он свяжется с родителями и даст разъяснение, как заполнить необходимую медкарту для детского сада. Отметим, перед поступлением в детсад всем воспитанникам надо будет сдать анализ на туберкулез. А вот тест на коронавирус совсем не обязателен. К другим темам. Общественная палата Алтайского края пообещала работать по-другому, то есть стать рупором гражданского общества. Сегодня в Барнауле прошло первое заседание седьмого созыва консультативного органа. На нем побывал наш корреспондент Илья Кочетков. Быть полноценным рупором проблем, волнующих общественность. Такова установка работы обновленной общественной палаты. В последние годы этот орган был малопубличным и закрытым для СМИ. Теперь все будет иначе, заверяет журналистов руководство палаты. Общественная палата Алтайского края имеет право и обязана иметь мнение и позицию на различные законопроекты, на различные инициативы исполнительной власти. И мое глубокое убеждение, они не всегда будут совпадать на 100%. Ну, потому что так невозможно, потому что за нами стоит общественная организация, общество, и они не всегда совпадают. В составе палаты 8 комиссий в ведении. Самые разные вопросы от экономики и политики до экологии и туризма. Приоритет заверяют общественники, конечно, злободневным проблемам. К примеру, на особом контроле будет вопрос сохранения зеленых зон, как на уровне скверов и парков, так и целых лесов. И в этой части мы же понимаем, что это не только парки, зеленое наслаждение городов, да? Это и территория, находящаяся рядом с большими населенными пунктами. У нас, как Юрий Вильямович сказал, у нас Расказиха. Это зеленая зона города Барнаул. То есть мнение не только о том, чтобы говорить о лесах и парках внутри их городов и поселения. В качестве примера скандальные вырубки Барнаульского ленточного бора под жилую застройку. По мнению общественников, законодательство в этом вопросе нуждается в глобальной корректировке. Уже последовала реакция на одну из самых резонансных тем последних дней – драку на Старом базаре, в ходе которой погиб человек. Общественники подчеркнули, за ситуацией следим, но ловить хайп на этом не намерены. Если вдруг пойдет какой-то крен и будет общество считать, что пошло все не по закону, тогда, естественно, нам придется подключаться. Намерены отвечать на вызовы времени. Так, пандемия поставила целый ряд вопросов – цифровизация образования, защита прав сотрудников на удаленке, возобновление плановой медпомощи. По последней проблеме, сообщили члены палаты, количество обращений от граждан зашкаливает. Вопросы обещают не просто обсуждать, но и позитивно влиять на их разрешение. По ряду тем, первые круглые столы пройдут в начале осени. Седьмой созыв общественной палаты «Края» продлится до 2023 года. Илья Кочетков, Илья Халяпин. День с толком. Жители сразу трех барнаульских поселков рискуют стать заложниками своей недвижимости. Один из них – Новомихайловка. Этот поселок, наряду с садоводствами Аэрофлота «Березовка», попадает в так называемую «Седьмую зону», территорию, на которой из-за близкого расположения к аэропорту нельзя возводить дома, дачи и социальные объекты. Местные люди в отчаянии, они обращаются в разные инстанции с просьбой перенести санитарную зону. Семья Оксаны живет в Новомихайловке уже более 12 лет. Когда Мелеховы начали строить свой дом, говорит женщина, даже не предполагали, что поселок войдет в седьмую санитарную зону. Это значит, что все постройки на этой территории, как и землю, нельзя будет продать, передать, подарить и узаконить. Новое строительство в таких зонах запрещено. Люди, понятно, мы боимся. Мы боимся за свою недвижимость, за свои земли. То есть мы сейчас, получается, в подвешенном состоянии. Мы строились, мы вкладывали средства. Понятно, что мы вложили все сюда. Куда-то нам переехать мы не сможем. Но и мы не хотим отсюда переезжать. Мы хотим, чтобы наши дети здесь жили. Что, в принципе, нас поселок этот устраивает. И мы хотим, чтобы он развивался. Мы добиваемся этого. Совсем недавно здесь силами депутатов построили ФАП. И даже поднимался вопрос вернуть местный клуб и детский сад из частных рук на баланс администрации. Но санитарная зона, о которой люди узнали из переписки с мэрией, уже вносит свои коррективы. Были вообще в ужасе и в шоке. Что, да, если ведутся ограничительные меры, это чем может грозить наши дети? Ну, они останутся ни с чем. То есть, если, допустим, ребенок вырос и захочет здесь жить, но у него прав вообще никаких не будет. То есть, по сути, все это хибара, которая не имеет правовых оснований для того, чтобы здесь находиться. Жители, в надежде перенести седьмую зону подальше от поселка или каким-то образом снять ограничения, обратились за помощью к депутату, курирующему поселок. По его словам, такая проблема в регионе возникла впервые. И каким юридическим последствиям она приведет, подчеркивает парламентарий, однозначно сказать сложно. При этом он советует местным, у кого бумажные вопросы с недвижимостью не закрыты, срочно их завершить. Повлиять на принятие федеральных законов, понятно, что мы на своем уровне не можем. Если честно, удивительно было, что в определенной степени там расширение произошло, потому что советские самолеты и нынешние самолеты по звуку, по шуму моторов, двигателей и по загрязненности – это небо и земля. И, казалось бы, наоборот, должны были все эти нормативы уменьшиться. Этого почему-то не произошло. Седьмую зону решила расширить Росавиация из-за того, что уровень шума и вредных выбросов здесь превышает допустимые нормы. А это основания для включения данной территории в санитарно-защитную зону аэропорта. Его руководству жители предлагали перенести взлетно-посадочную полосу или изменить ее направление. Такое возможно, ответили в администрации авиапредприятия, но только в случае глобальной реконструкции воздушного комплекса. Авиапредприятие «Алтай» вправе инициировать изменения санитарно-защитной зоны лишь в случаях технического перевооружения объекта, изменения применяемых на объекте технологий производства продукции, изменения вида разрешенного использования или назначения объекта. Но для этого самим жителям необходимо заказать экспертизу, стоимость которой порядка миллиона рублей. Такую сумму, говорят жители, не потянуть. Ждать деконструкции аэропорта, по их мнению, глупо. Нужно вмешательство властей города. Но те молчат, жалуются люди. Между тем, статус новомихайловки может измениться уже на днях, превратив местных жителей в рабов своей недвижимости. Никита Ермаков, Александр Антропов. День с толком. Правоохранители края поймали преступницу-цыганку, которая скрывалась от правосудия 15 лет. Сотрудники УФСИНа содержали 50-летнюю женщину в Новосибирске. До этого ей все время удавалось уйти от полиции. Как расскажем в следующем сюжете. За Тамарой полиция гонялась 15 лет. Впервые поймали на изготовлении и продаже наркотиков. Посадить в доследственный изолятор ее было нельзя из-за несовершеннолетних на попечение. В итоге женщина под подпиской о невыезде уехала из города и спряталась отсюда. Пряталась так 5 лет. В 2010 году за совершение преступления по статье 228 УК РФ заочно ее приговорили к 4 годам лишения свободы. И только в этом году при работе с лицами цыганской национальности стало известно, что она находится в городе Новосибирске. До этого ее задерживали в Кемерове. Но там Тамара представлялась чужим именем и ее отпускали. Когда узнали о том, в каком доме сейчас живет женщина, опергруппа вышла на спецоперацию. Увидели в окне, как она провожает сожители и проследили за ним. Позже мы проследовали за ним в подъезд. Он поднялся до квартиры. И в тот момент, когда она открыла ему дверь, мы подошли, представились и потребовали ей проследовать за нами. Далее мы доставили ее в районный отдел МВД. Здесь сняли печатки пальцев, установили ее личность. И действительно она была в федеральном розыске. Сейчас Тамара находится в следственном изоляторе в Новосибирске. Оттуда в августе ее отправят в Шипуновскую колонию. Там она проведет следующие 4 года своей жизни. Нариде Миллер, День с толком. В Барнаульском ЖД вокзале открыли тоннель, который был законсервирован почти 30 лет. В РЖД пояснили, что открытие дополнительного прохода связано с пандемией. Подземный переход, который был закрыт в 1993 году, будет разделять поток людей. Теперь пассажиры, которые приезжают на станцию Барнаул, могут выйти в город, минуя здание вокзала. В тоннеле провели ремонт и установили новые поручни. Как уже отметили жители города в соцсетях, не было бы коронавируса, не узнали бы мы про существование этого тоннеля. Тормозители маневрировать. Барнаульские водители недовольны люками посреди дорог. Таких участков в городе за последние годы стало меньше, но на некоторых целое скопление. Допустимо ли это по современным стандартам, узнавала наша съемочная группа. Это колодец на проспекте строителей. Каждая вторая машина, двигаясь по этой полосе, наезжает на него колесами, создавая незатейливое музыкальное сопровождение. И такой мелодией заканчивается каждая незапланированная встреча с люком. Проблемных участков на одном только проспекте строителей. Несколько. Вот, к примеру, пересечение с улицы Челюскинцев. А это утопающий в луже колодезный люк в районе остановки Циолковского. Главная магистраль города – проспект Ленина. На пересечении с улицы Гоголя крышка люка все глубже и глубже. На дороге образуется очередная яма. Не менее оживленный перекресток Ленина – молодежная. Тут водителям приходится маневрировать, чтобы не попасть в дорожную западню, может влететь в копеечку. Улица Калинина – это дорожное препятствие водители объезжают или пропускают между колесами уже не первый год. Есть там проблемные места. На Ленина вон там за молодежной, если ехать в нашу сторону, ямка есть. Такая неприятная, как из средней полосы в крайнюю перестраиваться. Прям колесо оставить можно. Пога делать. Прям очень пога. Люки должны, скажем, выступать или быть углублены не более одного сантиметра от поверхности дороги. Допустим, оседать грунт, допустим, провала, вода в колодце стоит, в результате этого грунт может осесть. И сверху, к тому же, на него еще воздействие от автомобилей, особенно тяжелых. И от этого он может, ну скажем, отклоняться больше от поверхности дороги. В мэрии пояснили, устранять недостатки на отремонтированных участках должны дорожные организации. Все в рамках гарантийных обязательств, то есть срок, пока не закончится гарантия. Данные недостатки являются незначительным дефектом и подлежат восстановлению в рамках текущего содержания инженерных сетей. Для оценки технического состояния участков дорог необходимо проведение обследования, а также определение собственников инженерных сетей для дальнейшей работы по устранению недостатков. В мэрии также рассказали, в этом году дорожники провели ремонт, изменили положение люков и колодцев на 65 участках, но не все из них сравнялись с полотном. Это легко оценить на глаз без специальных приборов. Некоторые явно отходят от допустимого сантиметра. Мария Микшута, Николай Шелко. День с толком. А вот жительница поселка Кирово, которая относится к Барнаулу, не нравится соседство с домашним хозяйством. Женщина уверена, домашнему скоту нечего делать в городе. Мы попытались разобраться в необычной истории. Улица Мичурина, гуляют дети. Навоз. Запах не передать словами. Держат коров, выбрасывают навоз на улицу. Круглый год ужасный запах. На это в соцсетях накануне пожаловалась жительница поселка Кирово, которая мучается от соседства с домашним хозяйством. Мы решили приехать на улицу Мичурина, чтобы разобраться, действительно ли здесь в черте города творится такое деревенское безобразие. Коров мы не встретили, хотя по следам видно, что они здесь действительно ходят. Неприятного запаха нет. Навозы практически тоже. И это не значит, что его убрали после публикации видео в соцсетях. Об этом говорят местные жители. Все хорошо. Мы привыкли сожить, живем нормально. Редкие случаи ходят. Они, во-первых, за собой всегда убирают, что нет такого, чтобы на улице что-то здесь валялось. А вот еще говорят, что многие как раз и покупают молоко. То есть всем всем нравится? Молоко, да. Молоко я лично покупаю. И для ребенка покупаю молоко. Это очень замечательно. Лучше, чем в магазине? Конечно. Так кому же помешали животные, которые возвращаются с пастбища домой? Местные говорят, что коровы раздражают одну семью, которая недавно переехала в поселок. С этой семьей нам не удалось пообщаться, только с родственниками бабушки, которая и держит зловонное, по мнению некоторых, хозяйство из пяти коров. С ними ходит бабушка. Вот сейчас два часа она угоняет коров. Получается, они пасутся, она за ними смотрит, они едят траву и пригоняют в семь часов. И они кушают. Ну, потом она их кормит, доет и молочко продает. Мы живем тут уже сколько? 50 лет. И у нас коровки все, у них всех есть паспорта. Они все у нас как бы... И врач ездит постоянно, им уколы делает, какие нужны. Лет 30 назад, ну, практически у многих, у многих держали там рогатый скот, так же и свиньи были. Это и был доход. И вот сейчас даже вот у нас, у кого сейчас были, да, если вот даже вот сама что-то будет, какой-то там, я не знаю, штраф или еще что-то, это ее все, что осталось в ней. И вот как вот даже в дальнейшем она будет выживать. А там бабушка, да, какая? Да, бабушка. Получается, привычный уклад жизни устраивает не всех жителей. В администрации Центрального района о ситуации с коровьим скандалом знают. Законом Алтайского края, номер 46С, предусмотрена административная ответственность за выпас сельскохозяйственных животных и домашней птицы вне специально отведенных для этого мест. Это правонарушение влечет либо предупреждение, либо наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 3000. Но пока до штрафа не дошло. Кстати, в 90-х в Барнауле вообще можно было встретить коров в самом городе. Это видео также недавно появилось в соцсетях. Город Барнаул, даже в центре города коровы ходят. Как в Индии. А уж на что действительно стоит обратить внимание кировчанам, так это на убитые дороги. Наверное, жителям они доставляют больше хлопот, чем местные буренки. Ирина Корчагина, Николай Шилко, День с толком. В краевой столице стартовал региональный проект «Умные каникулы». Впервые за период эпидемии коронавируса для детей сразу на нескольких площадках провели занятия на открытом воздухе. Чем они особенные и сколько продлятся, расскажет София Яценко. Вот они, настоящие эмоции. Пока мальчишки стараются забить друг другу гол роботами, девочки крутят обруч и прыгают через скакалку. В творческом центре такого не было давно, всему виной пандемия. Но благодаря проекту «Умные каникулы» ребята смогли вернуться к любимым занятиям. Мы уже по них очень соскучились. И дети друг по другу, и по педагогам. И вот что вот такое сейчас вот можно организовать, увидеться, встретиться, поработать, то мы этому очень рады. Юные художники занялись пленером, а любители театра – актерским мастерством. Особенно радует и взрослых, и детей то, что занятие на свежем воздухе. Это очень здорово, вокруг деревья, птицы, более веселее заниматься. Стараюсь подстраивать свой график для того, чтобы водить ребенка и радовать, потому что особенно физическая нагрузка очень нужна. Дети уже и так, можно сказать, засиделись дома, устали от этих компьютеров, от этих гаджетов. Поэтому действительно надо. Хорошо, что такое небольшое общение, это просто праздник. Юные любители кораблестроения тоже нашли чем заняться. Запустили свои водные судно в фонтане. Из-за неординарного лета такое занятие – большая редкость. В период эпидемии коронавируса дети вынуждены были заниматься онлайн, но, к счастью, теперь, соблюдая меры предосторожности, можно задействовать детей и вне дома, к чему уже приступили городские творческие центры. Около 20 тысяч мы за эту неделю примерно удалось охватить. Продлятся такие каникулы до конца августа. Заниматься ребята будут по расписанию в группах по 10-12 человек, обязательно в масках. Такие каникулы безопасны, но при этом наполненные живым общением и эмоциями детям по душе. София Яценко, Илья Халяпин, День с толком. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!